так всем привет сегодняшнем видео хочу вам показать и рассказать как буквально за 15 минут сделать мощный долговечный и выручающий во многих ситуациях паяльник из газовой горелки этот этому паяльнику не надо электричество этому паяльнику не надо как сказать провода тянуть и так далее потому что много ситуаций таких в жизни когда нужно запаять там где нет электричества или например нужно тянуть далеко провода и этот паяльник отличается тем что на нем можно регулировать мощность то есть можно понять как например блесна на зимнюю рыбалку так и радиатор на машине всего лишь убавляя или прибавляя пламя и он у вас нагревается больше или меньше и сделаете вы его буквально за 15 минут всего лишь нужно найти мне найти взять медную проволоку шестерку ну я сделал шестерки жало можно со стороны паяльника взять или там например если паять что-то мощное действительно радиатор на машине или вам полностью нужно запаять ванну можно взять восьмерку десятку ну короче тут даже можно жало менять и для любой ситуации короче единственное что в современной электроники с ним не попаяешь да а так для таких повседневных ну что он очень очень даже помогает и часто выручает и так нам нужно жало сделать вот так вот но это у кого какая фантазия сделаете на свой вкус и цвет один край расплющить который будет прилегать у нас горелки вот так вот он будет прилегать а это место у нас будет прогреваться огнем ну и понятно и дальше уже все понятно ну и хомут я не стал сильно мудрить хотел сделать трубку чуть большего диаметра чтобы запрессовать сюда ее туда-сюда снимать потому что бывает горелка и так нужно и поэтому для удобства хомут то есть у нас у меня в одном месте лежит хомут это жало там набор жал даже и горелка которые пользуюсь чаще чем скажем так паяльником а потом когда мне надо я всего лишь навсего отдел хомут затянул и не подумайте он не болтается короче я покажу как это все делается так закручиваем надеваем хомут вот этим местом где болт вниз и сюда же будем вставлять жало чтобы вот это вот твердая плоскость как раз ну плоскость на сложилось чтобы не болтался наш паяльник ставил так я вот эту вот разбирал штуку снимал трубку и смотрел чтобы ее не сплющить нужно найти место определенное где нажимать и не знаем вам видно внутренности видно то есть если близко можно ее сжать и испортить дальше здесь стоит алюминиевая проставка дюралевая вот здесь и здесь здесь она тоньше вот 9 закручивается стоит проставка и вот сейчас ухом поставлю вот вот в этом месте стоит проставка так мы все можно затягивать если кому интересно можете открутить этот болт снять трубку и посмотреть где именно стоит эта проставка так сильно затягивать не буду выровнять чуть-чуть чтобы смотреть как он будет у нас так сейчас я выровняю по центру поставлю и и он скажет довольно мощный такой паяльник а при необходимости даже можно сразу прогревать металлом ну я имею ввиду что пламенем так все поджал может у нас получается такая штуковина то есть пламя греет эту часть ну и дальше он довольно таки быстро нагревается намного быстрее электрического скажем так один паяльник или много паяльников в одном так теперь ну теперь я вам покажу вам паяльник например кто вот занимается пайкой паял когда-нибудь знаете что трубку там или что-то такое более-менее объемная прогреть тяжеловато просто простым паяльником нужен мощный паяльник потому что покажу например на примере латунной трубки как работает этот наш доморощенный паяльник поджигаем его пожалуйста можно прибавить за несколько секунд когда паяльники пожалуйста маленькое пламя оставили все так но обычно такие дела как трубки появят кислотой ну то есть вместо канифоле а у меня припой уже вместе с канифолем поэтому я буду пользоваться канифолем сейчас он еще несколько секунд он будет горячий пожалуйста когда вам нужно будет прогреть например как металл нужно просто прибавить и вот это вот планет это вот планет который идет дальше внутри сразу металл все голову уже плавится все голову уже подбавлю все голову пачки скинул регулируйте температуру как на автогене я уже припаял через камеру оно плохо и неудобно видите наверно как схватывается я попробую приблизить сейчас теперь четкости нет должно быть вам видно что улова именно припаялась не прилипла на канифуля припаялась на трубку видите такая интересная штука такую интересную штуку можно сделать буквально за 15 минут и из тех вещей которые у каждого есть дома вами можно убавлять не то что до бесконечности но пожалуйста вот еле-еле можно нагреть так что я попробовал даже свинец плавит так ладно выключаем все он потух она уж на горелку открутили хомут пожалуйста он горелку вот смотрите что получилось кто знаком с пайкой знает что это это не прилипшая волова это именно припаянная волова она этим паяльником растягивается хорошо равномерно вниз не соскакивает даже вот трубка она круглая поверхность а вниз не соскакивает короче мне нравится и копаясь в гараже даже хоть и есть розетка я завожу этот паяльник и паяю когда мне нужно какую-то трубку или что-то запаять или соту на радиаторе соты вообще удобно паять кто радиаторы паял когда ну вообще занимается знаю что вы этим паяльником который греется от горелки от лампы паяльной мощный топорик этот им не везде подлезешь а таким паяльником можно залезть между сот даже не скажем так не убирая соседние поэтому мне нравится но это я паял перед тем как делать ролик чтобы не подколоться перед вами ну вот пожалуйста перед вами пайка как с первого раза получилось все нормально все наверное да ставьте лайки подписывайтесь на канал я попробую почаще выбрасывать свои видео все пока всем